Новосибирцы стали попадаться на удочку мошенников, которые выдают себя за агентов транспортной компании. В основном жертвами становятся клиенты интернет-магазинов. Причем страдают не только они, но и сами фирмы, ответственные за доставку товаров. Вероника Иванова выяснила, как не нарваться на злоумышленников. Когда брат Оксаны, живущий в Подмосковье, решил продать через интернет свой ноутбук, она не подозревала, что будет разыскивать в Новосибирске несостоявшегося покупателя. Брат отправил транспортной компании, потому что получил фото чека оплаты. Отправление уже дошло, то есть получатель получил уже компьютер, расписался, все, а деньги так и не пришли. Начали, когда разбираться, выяснилось, что чек был поддельный. Искать покупателя пытались через транспортную фирму, но забирали ноутбук в Новосибирске по украденным документам. На ворованный паспорт была зарегистрирована и сим-карта. Поэтому найти в этом случае виновных сложно. Именно на экспресс-доставке настаивают мошенники, чтобы быстрее забрать товар до того, как продавец поймёт, что чеки липовые. От поддельных документов страдают и сами фирмы доставки. Мошенники имитируют отправку товара, подделывают или создают накладную в личном кабинете на сайте компании. Поэтому получателю по номеру накладной советуют проверять, была ли отправка, а не верить присланному изображению документов. Фотографируется, отправляется клиенту эта накладная, как гарант того, что она сдана на склад. Пока данная накладная не поступит на склад, она в программе не учитывается никаким образом. Специалисты советуют также настаивать на оплате при получении, чтобы не выкупать несуществующие товары. Также это убережёт от покупки некачественного товара, подделки и муляжа. Причём проверять нужно на месте. Занайденные дома дефекты, транспортную компанию непродавца привлечь будет трудно. Получатель может выбрать оплату наложенным платежом в пункте получения заказа, вскрыть упаковку, проверить наличие, сохранность товара и после этого уже его оплатить. Также стоит учитывать, не запрещен ли товар для пересылки. Все грузы проверяют перед отправкой. Компании не отправят экспресс-доставкой животных, краску, горючие и взрывоопасные вещества, а также ювелирные изделия. Поэтому популярные в сети объявления, где обещают за чисто символическую плату прислать из другого города щенка, можно сразу считать обманом. Вероника Иванова, Роман Семёнов, Новосибирские новости.